Получается, если пришел враг, завоевал тебя, но при этом он не мешает тебе строить мечети и молиться, то, в принципе, все ок, нет никаких проблем. Кадыров, ты недавно опять разразился громкими словами о том, что ты готов любому что-то там доказывать и даешь даже голову на отсечение, что ты одержишь верх, убедишь любого, любого историка сможешь переубедить и так далее. Вот, например, твои высказывания. М många жерне на этом их если ты хочешь building мозги или закона Career Community. В機и с Вами себя и с продажей corruption человек, ты скажешь все, что Господь говорит ваша работе. Для этого孩а хочет расслабить большие действия, возможно ли мы голосуем ногу, tread ли мы на счет Бог. Ней перед soil это бомба, носит ли мне чтобы мы APIs находя怎麼辦. Они должны выше по общейubsидной системы, ихons להיות músüyorum. Они должны Florence churches в том месте, еслиandro��, т.е. Позже вы знаете всей благодарности, что все, просто кто-то有ić, какие известно с ним, кто-то отк줘. Кто-то вопрос и отб buys, что какой инвалидности человек будет каждый раз. Действительно, ты уже не первый раз делаешь подобные громкие заявления, И на твои предыдущие подобные высказывания я тебе делал вызов. Говорил, попробуй доказать мне. Попробуй переубедить меня. Когда ты собрал вокруг себя в мечети чеченцев из Иордании, молодых ребят, и им говорил, что ты открыт и любому готов на равном разговоре доказать, переубедить и так далее, привести аргументы, я вызвался. Сказал, давай попробуй сделать это со мной. Ты отказался, ты не вышел, не принял этот вызов. Второй раз, когда ты опять делал подобные заявления, я опять вызвал тебя, ты опять проигнорил его. Вот сейчас третий раз я снова принимаю это тут, отзываюсь на твои высказывания и делаю тебе уже третий вызов. Я тоже, Кадыров, как ты заметил, не историк, не ученый. Ты же говоришь, что ты не историк, но ты готов там любому. Я тоже, я не историк. Тебе со мной должно быть просто. Попробуй мне доказать, обосновать мне, что вся та борьба, которую наш народ ведет на протяжении этих нескольких столетий с Российской империей, что вся эта борьба была ради того, что у нас сегодня установлено в республике. Попробуй мне это обосновать, что Шейх Мансур, что Имам Шамиль и все те, кто были после него, и во времена Ичкерии, и в том числе и твой отец, когда он призывал нас к священной войне в 96 году, что вся эта борьба была ради того, чтобы у нас установить Конституцию России, чтобы мы между собой судили по российским законам, чтобы Кремль у нас назначал тебя, и ты был у нас наместником Кремля, чтобы Кремль вообще распоряжался нами, и не мы себе выбирали свою судьбу, корректировали ее, а чтобы этим занимался Кремль. Попробуй мне это обосновать. Помимо этого, ты еще на одном собрании, на днях ты сделал еще одно уже более такое религиозное заявление, что вот, мол, ты, кстати, и до этого говорил про этот аят, я тогда просил твой муфтият, чтобы они мне обосновали, да, показали в Уране этот аят, они не показали. Вот сейчас ты снова повторил, сослался на некий, по-твоему, существующий в Уране аят о том, что мусульмане обязаны воевать даже за неверующего правителя, который позволяет молиться, там стоит мечеть. Вот, давай послушаем твои слова. Почему, да, чеченцы-мусульмане участвуют, да, на спецоперации, да, на Украине, да, потому что мы граждане России, да, если нам разрешают молиться, строить мечети, да, мы обязаны защитить это государство, да, это руководители, президенты, да, и керсть валах, и миллу валах, да, если тебе разрешают строить мечети, молиться, да, то, да, тебя обязывают Коран, да, сказать, защитить государство, да, в первую очередь, идущую дать, да. Поскольку твой муфтият не может нам показать такой аят в Уране, где Аллах говорил бы подобное, Кадыров, ты сам сделай это, пожалуйста, чтобы не просто голословные какие-то были от тебя высказывания. Приведи нам, дай нам вот эту вот суру и аят, где вот так вот, как ты говоришь, Аллах нам велит сражаться за, даже за неверующего правителя, как ты говоришь, за неверующую страну, только лишь из-за того, что они, как ты говоришь, позволяют молиться и позволяют строить мечеть. Это не значит, что мы не примем такой довод от муфтията, если вы найдете такой аят, то вы им тоже можете дать, но было бы хорошо, если бы Кадыров всех вас там напряг, вы бы все вместе что-то в Уране нашли бы и обосновали бы сказанное вами. Ведь вы никогда не сможете этого сделать, вы не смогли это сделать до этого, но вместо того, чтобы объяснить Кадырову, что это чушь и подобные высказывания делать нельзя, вместо этого вы все лапки прижали и он обратно высказывает эту же ложь на религию Аллаха. Ну и замечание тебе, Ахмед Дудаев, вы работаете неактивно, Кадыров уже жалуется, говорит, что комментарии как-то слабовато пишете, надо эту тему как-то потянуть, вот послушай, что тебе Кадыров сказал. Я тоже заметил, Дудаев, что крохоботских комментариев стало поменьше, под роликами, ты давай активизируй работу, пусть не расслабляются чиновники, госслужащие пусть напрягают и пишут комментарии. Займись этим вопросом, а то можешь вылететь со своей должности. Кадыров, мы все ждем от тебя ответа на поставленные вопросы, принимай вызов, если ты действительно так уверен в себе и ты готов любому доказать, попробуй доказать это мне, тем более ты поставил там свою голову на отсечение, мало ли может быть, может быть, сдержишь обещание, и мы таким образом избавимся от твоей одаренной головы. Ну и по поводу аята, мы ждем ответа, пожалуйста, дайте нам номер Суры и номер этого аята. На своей земле чужой президент позволяет строить мечеть смех. Это действительно очень интересное высказывание. Получается, если пришел враг, завоевал тебя, но при этом он не мешает тебе строить мечети и молиться, то в принципе все ок, нет никаких проблем. То, что он уничтожил 30% твоего населения, разрушил твои города, села, весь твой уклад пытается поменять, свои законы у тебя вел, это так себе, вообще не проблема оказывается. Когда татары, монголы разбили аббасидский халифат, это, оказывается, было не проблемой. Можно было просто, главное, с ними договориться, чтобы они позволяли молиться и строить мечети. Никаких вопросов, оказывается, к ним не было. Освобождать свои территории не нужно было. Мне просто интересно, откуда он черпает эту мудрость, так легко апеллируя этими текстами. Неужели, Салах, Межиев, Адам, Шахидов, неужели у вас вы настолько присмыкаетесь, вы настолько боитесь, что вы не можете сказать, ты говори, пожалуйста, вот так вот. Если ты так скажешь, мы не можем, нам нечем как бы крыть. Твои слова оправдать нам будет нечем. Неужели вы даже это сказать ему не можете? Неужели любой бред, который он несет, вам нужно его как-то обосновывать с религиозной точки зрения? Но попробуйте вот это обосновать тогда. Где этот аят, где эта сура в Уране, о которой говорит Кадрил? Субтитры создавал DimaTorzok